всем огромный привет я очень рада что вы заглянули в гости на мой канал сегодня я подготовила для вас мотивацию на уборку я буду прибираться в трех местах а это спальня прихожая и ванная начиная со спальни как видите кровать у нас маленькая детская стоит очень плотно можно сказать мы ее втиснули между нашей кроватью и стеной получается что вот эта стена где обои с мишками она не особо ровная поэтому кровать до конца до стены у нас не доходит детская и останавливается на том месте где вот я сейчас стою то есть этот угол получается пустой и я его использую как для хранения чего-либо не особо нужного каждый день например недавно я делала перестановку в зале и из зала я сюда принесла детскую большую кухню если девчонкам нужно поиграть то мы просто достаем а так чтобы она не мешалась нигде потому что она достаточно такого большого объема поэтому я ее поставила именно в этот уголок конечно же под кроватью под этой под маленькой я мою но по мере возможности то есть и до того момента до куда мне достает рука обычно я перед этим всегда пылесошу под кроватью под этой маленькой потому что трубка у пылесоса гораздо длиннее и она достает практически до конца то есть до того предмета который находится в этом углу и уже рукой я мою только до того места до куда дотягиваюсь либо я использую здесь швабру чтобы тоже подальше но вот так тщательно конечно же я каждый раз не делаю но вот сегодня мне захотелось особо здесь помыть чтобы ничего не осталось никакой пыли и точно знать что все мне здесь досконально вымыто эти игрушки которые стоят в углу я сейчас использую как прикроватную тумбочку и ночью у меня там лежит телефон и заряжается сегодня я еще решила помыть под детской вот этой зеленой кроваткой так делаю периодически и отодвигаю конечно не в каждую уборку потому что тогда любая уборка превратится в генеральную если отодвигать всю мебель у меня же сегодня уборка другого плана то есть я себе отвела определенное время и за этот часик я постаралась сделать максимум дел несравнимые ощущения после того когда ты помоешь именно пол под кроватью прям окажется что заезжаешь как будто бы в новую квартиру все такое чистенько если вот так все регулярно отодвигать то уже знаешь с какой стороны лучше подойти кровати и чтобы ее поддернуть как-то и чтобы она проще отодвигалась и со временем уже мебели кажется не такой тяжелой как это делаешь первый раз уже приноравливаешься кажется вполне себе такой естественный процесс и взять и отодвинуть мебель от стены немного еще расскажу про наклейки которые есть на детской кроватке а я не запрещаю клеить своей старшей дочке наклейки на ее кровать потому что это ее место здесь она хозяйничает и специально в отведенном месте она только клеит то есть на другую мебель и на шкаф например на комод она уже не наклеит еще есть одно место это домик для барби тоже там она хозяйничает делать что хочет и я ничего по этому поводу и не говорю а потому что помню себя в детстве если мама даст тетрадку или альбом скажет клей туда наклейки вот просто не хочется а хочется где-нибудь на мебель и поэтому мне например мама отвела дверцу в кухонном шкафу именно с внутренней стороны и туда разрешала клеить но вот и я разрешила дочке старшей клеить именно на ее кровать хотелось бы знать разрешаете ли вы портить мебель наклейками с удовольствием почитаю об этом в комментариях под этим роликом также еще спрашивает у меня где я храню не сезонную обувь вот именно в этом отделе шкафа где сейчас пылесошу здесь у меня получаются на две коробки большие одна из под памперсов другая из под и бытовой техники здесь есть в одной коробке соответственно детская в другой наша взрослая и еще столбик где лежат именно три коробки в которых продавалась обувь то есть и там такие габаритные например сапоги какие-то зимние ботинки со спальни я закончила и сейчас я буду переходить в прихожую там тоже меня ждет немного дел всегда уборку я начинаю с того что убираю грязную обувь как видите здесь остались только мужа ботинки и мои потому что мы пришли с прогулки и в детских ботиночках я потрогала стелечку и она была влажная поэтому я их сразу помыла и отнесла уже в спальню поставила сушиться их на батарею нашу взрослую обувь я сразу не мыла потому что бывает такое что нужно срочно выйти в магазин чего-нибудь купить поэтому оставляю их где-то часов до 9 до 10 вечера и уже потом мою сейчас я взяла маленькую насадочку и прохожусь по всем вот этим маленьким щелочкам потому что здесь такая можно сказать зона кошки то есть ее наполнитель из туалета бывает валяются и большая щетка просто не залезает в эти щелки приходится брать вот такую маленькую коврик ванной я стираю обычно в стиральной машинке он тяжелый когда намокает но машина у меня на 6 килограммов поэтому уже стирала не раз ничего не случилось моей машинкой но сегодня стирать не буду просто его потрясла вот так ванную и все крошечки я заполистосил а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну, пока я нахожусь в ванне, то расскажу про наш ремонт в ней, а точнее его отсутствие Бывает у меня такой порыв, что хочется-хочется обновить эти стены, потому что мы живем здесь уже с 2013 года И ремонт именно в ванне мы не делали И вот этот синий цвет, он уже поднадоел, просто темный цвет, когда в помещении, мне не очень нравится Хотели как-то обойтись такими бюджетными средствами, например, и также наверх этих панелей наклеить Сейчас продаются такие панели под кирпичик, например, размер у них 90 на 60 или 90 на 40 Просто наклеить на вот эти верхние, то есть ничего здесь не снимать, потому что если заменять панели, вот такие же, как, например, вот сейчас у нас на стенах То поверх, мне кажется, не очень будет нужно снимать эти старые, старые с ними, что будет уже капитальный ремонт ванны и это затратное дело Поэтому посчитали, с мужем посидели вечерок, стоит, не стоит нам здесь это начинать, потому что капитальный ремонт мы явно не планируем делать А вот такой поверхностный, просто наклеить панели сверху, тоже посчитали нерентабельными, потому что захочется не только сделать стены, а менять, соответственно, еще и порог, и саму дверь в ванную Это уже не войдет в наш расход, потому что получится ремонт где-то, наверное, от 25 тысяч, то есть если ставить нормальную дверь Возможно, хочется не столько именно ремонта, а просто поднадоел синий цвет своей вот этой темнотой Так как мы приехали, например, в эту квартиру, у нас в зале было две стены чисто черного цвета, они от потолка до пола были Вот такие темного, черного натурального цвета, как вот этот поддон, который я сейчас мыла И третья стена, она была белая, но на ней была картина практически во всю стену И она была, нарисован там был ночной город, то есть тоже он был темный И мы первым делом, когда у нас появилась возможность, мы сразу же сделали вот эту нашу светлую сейчас комнату, наш зал Не очень этот хороший прием, когда в маленьких помещениях еще есть стены темные Вообще создается ощущение очень такого маленького пространства Решили пока оставить все как есть, будет возможность, то, конечно, сделаем, а пока как есть Чтобы как-то разнообразить свою картинку перед глазами, когда просыпаешься по утрам Я периодически стараюсь менять вот здесь на полочке у зеркала какие-нибудь предметы другие ставить Например, есть у меня в спальне тоже различные такие декоративные штучки Я их даже просто элементарно могу поменять местами, то есть из ванной отнести спальню и спальню, и спальню сюда И вот, знаете, уже настроение совершенно другое, потому что взгляд все равно привыкает к одним предметам А когда что-то новенькое появляется, то уже как-то глаз цепляется и настроение сразу такое хорошее Как будто что-то новенькое у тебя появилось В конце каждой уборки, уже после того, как я закончила мыть полы И обязательно после мытья обуви мою раковину Особенно тщательно прохожусь по стене около раковины, потому что мою обувь я все-таки щеткой И все вот эти брызги летят во все стороны Унитаз я также мою, но я это не показываю на своем канале В заключении уборки я меняю полотенце, развешиваю чистые У девочек свои маленькие, у нас с мужем побольше Еще покажу, что я заказала в интернет-магазине любимый Василек Ссылку на него я оставлю внизу под видео, возможно, кого-то что-то заинтересует Первое, что я взяла, это вот такую сорочку, она детская, называется мышь Это стопроцентный хлопок, стоит она 420 рублей Покажу, как она выглядит на ребенке Себе именно для того, чтобы носить дома, взяла такую тунику 490 рублей, это 44 размер Она идет не расклешенная, такая прямая, как длинная футболка Стопроцентный трикотаж, к телу приятная Она не толстая, такая тоненькая И в моем любимом красном цвете, я вообще его обожаю Следующий, это вот такой халатик, называется он гаечка Стоит 672 рубля, стопроцентный хлопок И я его буду использовать, думаю, что без камер И буду надевать уже после того, как выйду из душа Так быстренько накинуть, потому что он на молнии И расцветочка такая очень яркая, приятная Есть еще два кармашка по бокам Это важно, потому что иногда идешь по квартире И что-нибудь не на месте лежит, мусоринка какая-нибудь Положишь в карман и уже так надежно Донесешь до мусорки точно И опять я себе заказала вот такой костюм Арктика, точнее это по отдельности продаются брюки и толстовка Брюки стоят 999 рублей, толстовка 1367 Но я выбрала именно их в комплекте В черном цвете у меня уже есть, захотелось светлого Сейчас там появились и в нежно-голубых, в нежно-сиреневых оттенках Тоже все красивое такое хочется Наверное иметь все все-таки расцветки у себя Но думаю, что ограничусь пока что двумя вот этими комплектами В этот раз, правда, я взяла в 44 размере В тот раз брала 46 Но особой разницы я не ощутила Никакого дискомфорта у меня и в 46 не было Поэтому здесь кто как больше любит Если по облегающей, то 44 Если посвободнее, то 46 И вот такие две наволочки на декоративные подушки Плюшевые они 50 на 70 размер И каждая стоит 490 рублей Здесь они уже у меня надеты на подушки Ссылочку на интернет-магазин Любимый Василек я оставлю внизу под видео На этом мое видео подходит к концу Буду с вами прощаться Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok